Ребята, это просто великолепно. Это очень красиво, это очень завораживает. Нас несет под Golden Bridge. Очень круто. Нас несет под Golden Bridge. Первая квартирка. Первую квартирку я не стал показывать, потому что она сам бастер. Даже это не нафталин, это дихлофос. Панельный дихлофос. Так, Паша направляющий. У нас три спартанца. А вот здесь такие лодочные катамаранные станции. Очень прикольные. Поэтому мы решили воспользоваться моментом. Ну что, мы отправляемся дальше. Короче, наше большое путешествие началось. Первая локация у нас это Вишкар-Алла. Почти 850 километров 830 пройдено. Мы достигли первой локации. Так, мы переместились на вторую локацию. У нас остановка Вишкар-Алле. Это, получается, мы приехали вчера. сюда вечером. Мы сегодня сутки отдыхаем. У нас так получилось, что приехали мы в одну квартиру. Потом сегодня проснулись, переезжаем в другую, потому что на праздники там было все занято. И только так. Вот. И сегодня у нас, получается, вторая локация. Сейчас мы идем в нее. Так, вот мы, короче, пришли в другую нашу локацию. Это у нас локация номер два еще пока Вишкар-Алле. Сейчас мы немножечко поработаем. Это у нас тут получше. Все поинтереснее, чем первая квартирка. Первую квартирку я не стал показывать, потому что она сам бастыла. Вот. Сейчас мы, короче, здесь кинем шмотки. Пойдем купим покушать и погоним. Ребятки, мы здесь гуляем с Пашкой по новому району. Мы вторую квартиру сняли в, получается, как это, окраина Вишкар-Аллы, но новый район. Как тебе здесь, Паш? Офигенно. Круто. Паша заценил детские рисунки на асфальте. Какой масштаб просто вот для отдыха людей просто. Круто. Да и дома слушаться. Ну, типа. А теперь расскажите мне, часто ли вы видите в Москве места, где дети не просто отчисляются, где попало, а они рисуют на асфальте белым мелом, слава охватит. Паша, короче, это задело до глубины души. Смотри, ты еще сердечко-то не видел. Вон там, пойдем туда. Мы сейчас туда пойдем. Короче, ребятки, путешествие наше, можно сказать, наверное, можно сказать, что оно началось, потому что доехать до Ишкар-Аллы, это одно дело, а потом, короче, потом ехать дальше, тут уже одна квартира, вторая квартира, маршрут продумать, вот. И, собственно, сейчас мы решили с Машкой прогуляться и врываемся дальше в построение маршрута. Дальше. Так, и у нас очень колорит интересно. Сейчас у нас... Посмотрите, какой момент. Мы сначала заехали, там, 3000 рублей стоила квартирка. Паша, в двух словах, квартирку топ, как описать? Квартирка, как описать? Панельный нафталин? Такое ощущение, что даже это не нафталин, это дихлофос. Панельный дихлофос. И причем не про то, что, типа, ой, мы сейчас вот заехали в такую квартирку, там, от застройщика белый мрамор, да, а та квартирка была с линолеем. Дело не в этом. Дело в том, что 3000 рублей стоит та квартира и тот дом, 3000 рублей стоит эта квартира и тот дом. И тут можно сделать вывод, что как люди за одну и ту же сумму предлагают услугу абсолютно разного уровня. А, нет, смотрите, ребят, вот сейчас, давайте сейчас вот маленькое такое вот сравнение. Вот, пойдемте. Паша, что ты решил показать? В принципе, ответ будет, вы сами себе поймете. Вот, идемте сюда. Зачем-то идем к полю. Посмотрите, 3000, это вот сейчас вот здесь, вот где мы, вот где сейчас вот мы приехали, вот райончик, мы видели, да, вот красота, площадочка такая. А вот, вот она граница, вот посмотрите, вот граница, видите, вот, да, вот. А вот где, откуда мы сейчас приехали, это вот 3000 там. Вот сравните просто, вот это вот оглядный вам пример, где комфорт, где отношение к, вообще ко всему. Вот, то есть здесь и вот тут. Вот так, поэтому, какой вывод тут же, то, что можно, как это, если ты за одни и те же деньги делаешь качественную услугу, то мы, соответственно, например, уже второй раз приезжаем к хозяйке, владелец, потому что первый раз мы когда ездили в путешествие зимой, мы у нее тоже, ну не в этой, в другой квартире, но уровень квартир одинаковый, где посудомоечная машина тебя встречает с помытой посудой, с кастрюльками, с тарелочками, ты можешь нормально, где две плазмы тебя встречают, где зона разделения пространства, где красивые свернутые белые полотенечки. Поэтому, если качественную услугу делать, то к тебе потом люди будут приезжать и приезжать. А мы пошли, думаю, еще Дагестан не доехали даже. Здесь, наверное, тоже что-то такое? Ну, сто процентов будет, ну, типа, там пока вот эти пески, я думаю, там построят новый район. Если честно, сколько мы вот с Леной, мы жили, во-первых, Южкороле там одно время, пока ждали квартиру, когда сдаться, потом периодически сюда приезжаем, и здесь с каждым разом лучше и лучше. Ну, то есть, действительно, здесь с каждым разом лучше и лучше. Здесь прямо это чуть ли не стандартное футбольное поле. Тут вот, даже смотрите, просто, ну, блин, ребят, ну, кайф. Прикинь, бегай, вот так вот, что хочешь. Бегай, пойдем туда, хотя бы, посмотри, что за сердечек. Ну, кайф просто, прям, реально кайф. Ребята, это просто великолепно. Это очень красиво, это очень завораживает, это... Нас несет в Golden Bridge. Очень круто. Нас несет под Golden Bridge. Нас, в принципе, несет куда-то. Сейчас будет джесс грести. Вот мы тут взяли лодочку, взяли кофеечек, и, собственно, на набережной Брюгге под... Куда ты сказал? Под Golden Bridge. Под Golden Bridge. Нас, собственно, несет. А вот здесь такие лодочные катамаранные станции, очень прикольные. Поэтому мы решили воспользоваться моментом. И сели в лодку. Трое в лодке. Москва, мы гребем, жди. Да, да, да. Трое в лодке, не считая кофеечка. Поехали. Так, Паша, направляющий. У нас три спартанца. Вот. Так. И Лена гребет. Так, мы куда? Нам туда. А мы куда-то не туда уплыли. Ну ладно. Лена решила здесь взяться за весло и... Надо просто синхронно это делать, на самом деле. Это сейчас. Нормально. Пошло. Пошло. Молодец. Лена гребет прямо к дню дня рождения. Прям к дню дня рождения гребет. Короче, ребята. Сколько раз мы были с Джесс в ежке, а я постоянно... Постоянно был этот зимний период. И, собственно, мы наблюдали, как речка была полностью замерзшая, да, там, в снегу. И, собственно, этот раз мы захватили летний период. Ну, можно сказать, что это летний период. И решили катнуться по речке до набережной, собственно. И я вот гребу, гребу, гребу. Кстати, смотрите, картинка какая на заднем плане. Просто обалдеть. Ну что, мы отправляемся дальше. Спасибо городу Ишкар-Ала, как всегда. Приняла нас крутой локацией, классными людьми. Мы отправляемся дальше. Приняла нас крутой локацией. 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 Приняла нас крутой локацией.